Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и мы сегодня с новой серии на проекте Родина Ролеплейт, Центральный Округ, мне здесь Кирюха Полканов, не забывайте вводить по ним при регистрации, также можете вводить вам промокод, вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, дамы и господа, я недавно снимал видосик, получается, как я следил за самими богатыми игроками, и вам этот видос очень понравился, там много просмотров, лайков, то есть вам этот видос реально зашел. Я подумал, почему бы мне не записать подобное видео, но немножко в другом плане, а именно мы сегодня будем пранковать этих игроков, мы будем у них забирать машины, как-то их телепортировать и так далее, именно я. Мне кажется, это будет интересно, я надеюсь, что они не особо будут обижаться, потому что это всего лишь контент, это всего лишь как бы такие шуточки, я ничего там плохого не хочу им сделать, я не хочу как-то их там принизить, либо еще что-то, я просто хочу сделать для вас контент, и просто как бы поприкалываться с этих людей, посмотреть на их реакцию, мне кажется, это будет реально очень интересно, поэтому за это просто поставьте лайк, можете также подписаться на канал, я вам буду очень сильно благодарен. Ну что ж, я предлагаю начинать, я, если честно, волнуюсь, потому что, ну, как бы, это игроки очень богатые, которые довольно-таки долго играют на проекте, там, около двух-трех лет, и мне просто интересно, какая у них будет реакция, возможно, кто-то вообще жалобу на меня напишет, поэтому я надеюсь, ничего плохого, как бы, не произойдет. Так, вот этот пацанчик перезашел, возможно, он сейчас куда-то будет ехать, и мы сможем с него поприкалываться, посмотрим на его реакцию, потому что все остальные просто отдыхают, стоят там в ФК и так далее, а он хотя бы чем-то занимается, ни хера себе у них тут перестрелочка, вы что, пацаны? А я могу оружие у игрока забрать, я что-то не помню команду, но вроде бы могу это сделать, но пацаны, на самом деле, видите, отводят, как бы, они плюс тэшат, немножко нарушают правила, но, конечно же, они это делают у себя дома, поэтому их, как бы, никто не видит, но, по сути, за это можно было бы выдать просто деморган. Так, давайте, СПКар 173. Так, вот, у них, короче, пропала машина. Ха-ха, просто пропала машина. Что он на это скажет? Просто, возможно, у него друг админ есть, который, в принципе, может меня спалить, но пока что от него реакции я никакой не увидел, не услышал. Он сейчас просто идёт и берёт обратно, скорее всего, машину, и он не понимает, что произошло, как бы машина его просто, как бы, заспаунилась из сервера, вышел из игры. Так, он перезашёл, он зашёл обратно в гараж, вот его автомобиль, короче, он у него обратно садится. Так, вот, он врезался в кого-то, смотрите, у него машину обратно откинуло. Ну, блин, мне нравится пранковать, как бы, но надеюсь, что из этого ничего, прям, плохого не получится. Можно у него как-то бензин, может быть, как-то слить с машины, чтобы она вообще не ехала. Так, давайте ещё раз телепортируем. Вот, обратно остановилось. Смотрите, он садится назад. Он говорит, давайте, типа, я за руль саду, он думает, что у него, наверное, лагает, да? Так, давайте, опа. Ха, сука, заебали, пишет. Вот это жёстко, пацаны, блин. Видите, машинка вот так вот едет, и просто так, давайте SPCAR 456. Просто заспауним машину, посмотрим их реакцию. ЖБ надаунов админов. Ну, я, пацаны, за это я вам говорил, то что, ну, как бы, я не хочу ничего плохого им сделать, но, видите, у них такая реакция, то что ЖБ надаунов админа, понимаете? Пишет, ты охуел? Давайте посмотрим, что он будет мне говорить. Машину верни. Просто, ну, реально, пацаны, ну, это жёсткий видос, типа. Пранковать мажоров, это реально жёстко, типа, ну, потому что они долго здесь играют, как бы. Как бы, и их тут просто пранкует ютубер, но, мне кажется, это пиздец жёстко. Давайте просто молчать. Я просто буду молчать, я не буду подавать виду. Возвращай машину, или ЖБ, и по логам проверим. Ну, просто, пацаны, пошли жёсткие угрозы. Ну, видите, пацаны, вот мажоры, знаете, они такие немножко охуевшие, типа, админы, блядь, дауны, тебе ЖБ, тебя снимут, там, по логам и так далее. Я вам за это говорил. Но я повторяюсь, я не хочу ничего плохого им сделать. Я просто решил их немножко пранкануть и посмотреть на их реакцию. Как бы, этого человека мы уже проверили, мы его трогать больше не будем. Короче, пацаны, я ещё нашёл одного игрока, но, блин, я не знаю, как его пранкануть. Я могу просто ему спаум выдать, только я не помню, он будет видеть или нет, то, что я ему спаум выдал. Так, я его заспаунил. Ему написал об этом или нет? Так, он вышел, вот его домик и вот его машина, короче, пацаны. Сейчас посмотрим, мы его будем пранковать. Мне кажется, этот пацан, знаете, такой на позитиве будет, он не будет так оскорблять. Блядь, сука. Я только хотел сказать, что он будет нормальный, он не будет оскорблять, матюкаться. Но, блядь, я, походу, ошибался. Так, у него тачка пропала. Что он сейчас скажет? Давайте посмотрим на его реакцию. Так, он бежит обратно, он бежит обратно, смотрите. Нет, ну пацан такой на позитиве, вроде бы, берет обратно мотоцикл и сейчас, наверное, будет на нем, как бы, ехать. Игрок вышел из игры. Хорошо, отлично. Давайте подождем, пока он зайдет в игру. Так, он перезашел, короче, едет обратно. Ха-ха. Он начинает чего-то подозревать, я думаю. Давай. Он, короче, едет на рынок, я так понял, да? Ну, ему пофиг вообще, смотрите. Ему вообще похуй. Вообще, похуй просто. Пацан едет, ему пофиг, то, что его, как бы, телепортируют. Если я его заспауню, мне кажется, у него немножко попка сгорит, да? Ха-ха. Просто его сразу заспаунил. Что он сейчас скажет? Мне вот интересно. Ёпта, бля. Ха-ха-ха. Ай. Мне кажется, у него, может, сейчас попка сгорит. Не, ну пацан такой нормальный. Мне реально он понравился. То есть, ну, у него реакция такая нормальная. Телепортируем его. Ха-ха-ха. Это был я, короче. Так. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Эээ. Надеюсь, надеюсь, ты не сильно обиделся. С тебя 5кк. Да, я бомж. Какие? Какие 5кк. Эээ. Ми передал 5кк Коннору. Эээ. Ду. Передал деньги. Нормальный, короче, пацан попался, реально. Я думаю, пришло время прикалываться с другого эрока, как бы. СП-плеер. Давайте его заспауним и попробуем прикалываться с него. Так, 341. Так, мы его заспаунили, короче. И он появился за рынком. А как это так получилось? Так, он зашел на рынок обратно. Он зашел. А как он спаунится возле рынка? Что-то я вообще ничего не понял. Так, обратно он появился возле рынка. У него, походу, здесь метка стоит, либо еще что-то. Но я так понял, он не видит, кто его спавнит. Поэтому он, как бы, меня не спалит. То, что это именно я. Но он вообще никак не реагирует. То есть, он просто бегает и все. То есть, он на меня никак не реагирует. И он спаунится сразу возле рынка. То есть, это неинтересно, пацаны. У него просто стоит метка, походу, выхода из игры. То есть, метка спавна. У него стоит именно вот здесь, возле рынка. То есть, если я его заспаунил, он обратно появится там. А я думал, что он появится дома, и как бы мы сможем его немножко пранкануть. Но, к сожалению, пацаны, ничего не получилось. Ну что ж, дамы и господа, что я могу вообще сказать по поводу того, что сегодня было в ролике. Я, честно, ожидал совсем другого. Я реально думал, что они там будут куда-то ездить, чем-то заниматься. Но в основном все стоят в АФК просто, в РПСне, и никто ничем не занимается. Половина просто стояла на рынке. То есть я брал, получается, список с форума, точнее с сайта. И там смотрел игроков, ну самых богатых, которые сейчас играют. И то есть я толком никого не нашел. Но в целом видос получился вроде бы как нормальный. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если здесь будет хорошая активность, то я запишу еще какое-то подобное видео, где мы будем снимать мажорчиков, что-то с ними делать там и так далее. То есть все зависит только от вас. Всем спасибо, всем пока-пока.